Всем тихой ночи! На этот раз большинство комментариев было за Анфабулу, так что возьмёмся теперь за эту тему. Вообще Анфабула это не слишком обычная тема, это не какая-то часть мира SCP, а один единственный объект, относящийся к патофизике, которую мы уже обсуждали, обросший богатым самостоятельным лором. Настолько богатым, что возможно Анфабула стала самой сутью мира SCP, ну или претендует на такое пафосное место. Справедливо или нет, сейчас узнаем. SCP-2747 это явление, способное проявить себя в любом источнике информации и заключающееся в том, что в любого рода обсуждениях художественных произведений появляются упоминания несуществующих, ненаписанных, неснятых, несозданных историй. Эти истории могут упоминаться и в мимолетных комментариях по поводу их сюжета, в отсылках, так и в подробных разборах, и даже в целых научных работах, обсуждающих такие произведения. При этом, если в разных источниках упоминается одна и та же несуществующая история, её детали всегда точно сходятся. Как будто бы эта история на самом деле есть, однако все попытки непосредственно воссоздать такую историю терпят неудачу. Причины неудачи всегда разные, но суть в том, что определённые истории попросту не могут быть созданы, им нельзя существовать. Это явление фонд SCP назвал анфабулой. В ходе изучения явления была создана процедура «Прозрачная чаша», особый протокол, позволяющий получать описание несуществующих историй, являющихся при этом анфабулой. На первый взгляд, не очень важный объект, какая-то очередная игра с меташтуками. Однако оказалось, что он может быть связан с SCP-001 базой данных. Согласно этой версии 001 объекта, единственная и главная аномалия – это сама по себе база данных SCP. Описание аномальных объектов, которые появляются сначала там, а потом уже в реальности. Также установлена связь с SCP-1304, а это способ ритуального убийства, позволяющий перенести вымышленного персонажа в реальность, а точнее в мир SCP. Следы анфабулы были замечены ещё в десятке других объектов. Конечно же, учёные SCP поняли, что мир вокруг состоит из различных слоёв сюжетов и историй, то есть нарративов. Каждый мир мультивселенной состоит из нарем, то есть простейших единиц историй, или сюжетных ходов, проще говоря. Но какое место в этом всём, манфабула? Выходит, что это просто истории, о которых можно подумать, но нельзя сложить из базовых нарем, то есть сюжетных ходов, из-за каких-то их непонятных свойств. Всё оказывается несколько сложнее. Однажды фонд SCP обнаружил в пустыне Чили башню. На вид башня обычная, состоит из семи этажей, выделяется только тем, что каждый этаж выполнен в своём собственном стиле, резко отличающимся от всех других этажей. Однако, если стоять и смотреть на неё, у любого человека появляется сильное чувство того, что нужно покинуть это место, уйти как можно дальше от башни, ведь может случиться что-то ужасное. Отправленный внутрь агент класса D встретил на своём пути помещение и предметы, отсылающие к различным элементам мира SCP. Вероятно, в башне есть отсылки вообще на всё, что угодно из SCP-вселенной, однако на седьмой этаж попасть не удаётся. Там находится дверь, с таким высоким числом юм, что человек никак не может на неё повлиять. Учёные, работавшие с объектом, приходят к идее, что там находится та часть мира SCP. Те элементы истории и сюжета, которые никогда не должны быть рассказаны и раскрыты. Башня символически показывает, что недосказанность находится на самом верхнем ярусе. Это самый важный элемент мира SCP. Что, наверное, логично, ведь большая часть SCP это всё же хоррор, а самое страшное в страшных историях это то, о чём читатель так никогда ничего и не узнает. А ещё само понятие аномалии, на котором строится весь SCP, предполагает, что объяснений явлению просто нет. Кажется, стало понятно, анфабула это вроде как просто недосказанность, важная для жанра хоррора, но на самом деле всё не так, вернее не совсем так. Анфабула, то есть вещи, которые не сказаны и не должны быть сказаны никогда, скрывает за собой нечто большее, чем просто необходимый элемент литературной вселенной в определённом жанре. Анфабула жива и подвижна, она может сжиматься, образуя целые миры, она может и расширяться, при этом расширение это крайне деструктивно и опасно. Что же происходит в таком случае? Представление, что будет, если анфабула начнёт расширяться и захватывать всё вокруг себя, можно получить из объекта SCP-3309. Объект 3309 это такое событие, что другой объект или даже целый кусок мира SCP просто берёт и пропадает. При этом замечено, что сначала спонтанно исчезает запись о нём в базе данных SCP, затем бесследно пропадают все документы, и наконец перестаёт существовать и сам объект. Не буду тянуть интригу, SCP-3309 со стороны нашего реального мира, это когда с сайта SCP удаляют объекты с низким рейтингом. Есть в сообществе такая практика. Внутри литературной вселенной фонд даже научился использовать это, чтобы уничтожать некоторые аномалии, просто делая документацию по ним крайне низкого качества. Вот прямо так, чтобы у читателя кровь из глаз текла. И аномалии действительно пропадают. В каком-то видео мы это уже обсуждали. Но вот какое дело, когда в нашем мире сайта SCP по тем или иным причинам удаляется объект, а в мире фонда соответственно происходит событие SCP-3309, анфабула разрастается. Документы, ранее ссылавшиеся на этот объект, становятся менее понятными. Истории, где этот объект был задействован, так вообще становятся бессмыслицей, а то и абсурдом, если номер старого объекта занимает новый, но уже совершенно иной по своим свойствам. Иногда анфабула это не пугающая тайна, иногда это просто дыры в лоре, а значит яд, разрушающий нарративные миры, превращающий их в калейдоскоп бреда. Вокруг анфабулы собирается даже целый культ, культ Семи. Некоторые из последователей Пятой Церкви, одного из крупных культов в SCP, отринули учение Пяти и начали поклоняться анфабуле, которые обозначили цифрой семь. Что если подумать, это довольно логично. Адепты Пятой Церкви поклоняются сущности, которые извращают и разрушают миры мультивселенной. Но эта сущность сама является её частью, ведь она придумана автором SCP. А анфабула, она же типа как реально существует в нашем с вами мире, поэтому семь сильнее, чем пять. Культисты Семи теперь поклоняются как своему божеству, недосказанностям и нелогичным моментам мира SCP, тем самым трещинам в их реальности, которые существуют и в нашем мире. Таким образом они надеются выйти за пределы своего бытия как выдуманных существ. Как по мне, концепция довольно крутая. Даже странно, что тема совершенно не раскрыта. Я бы почитал какую-нибудь серию рассказов на эту тему. А почему, кстати, цифры семь, кроме того, что она больше пяти? Семёрка так-то часто ассоциируется с Алым Королём. А Алый Король это... Хотя кто из зрителей этого канала не слышал про такого парня? И вот есть теория, что Алый Король это не какой-то огромный злобный монстр, похожий на дьявола, как его часто рисуют. А та самая часть мира SCP, которая не описана и не рассказана. Алый Король, он же, по сути, должен быть главным злом, самой пугающей частью мира фонда. А что пугает сильнее, чем неизвестность? Из сказанного выше можно было бы подумать, что анфабола это некое истинное проявление SCP-3125. Того самого объекта, которому поклоняются адепты Пятой Церкви. Ну или настоящая форма Алого Короля. Но всё ещё сложнее. SCP-3125 это некая непонятная штука, которая также непонятно влияет на мир. Вся её сила в недосказанности, в анфаболе. И что от неё останется без этой пустоты? Просто ничего, поэтому 7 больше, чем 5. Без недосказанности SCP-3125 это бессмысленный и довольно бесполезный объект. Потому семиконечная звезда съедает пятиконечную, сразу как была запущена в мир SCP. Эта битва не длится и секунды. Адепты Пятой Церкви остаются без своего божества. Или скорее получают новое. Алый Король держится дольше. Да, Палору это всё ещё конкретное существо из Великой Пустоты. Ему даже имя конкретное придумали. Но чтобы понять его суть, нужно всё ещё узнать о трёх законах. И вот в том, как именно трактовать эти законы. И как связать их с тем образом похожим на демона существа из бездны. В этом есть довольно большая доля недосказанности Анфаболы. А что будет, если полностью объяснить все аспекты Алого? Вот так, чтобы совсем всё стало понятно, что от него останется. Просто большой и страшный рогатый демоноподобный мужик, обычный противник из серии игр Doom, например. Насколько жалко, никому не нужен тогда станет Алый Король, если Анфабола покинет его. В начале ролика я упомянул семиэтажную башню, или SCP-5317, на седьмой этаж которой невозможно проникнуть. Теперь после всего сказанного стоит поговорить об этом объекте подробнее. Дело в том, что каждый этаж башни отражает один из основных аспектов мира SCP. Тут есть механический этаж, демонстрирующий культ механ. Есть этаж из плоти, в стиле храмов саркицистов. Шестой этаж похож на кусок библиотеки странников. Второй выполнен в духе пришельцев из истории второго хитота. Пятый этаж, разумеется, выглядит как филиал культа Пятой Церкви. Как будто тут представлен весь мир SCP в миниатюре. Но седьмой этаж особенный. Седьмой этаж недоступен и никогда не будет доступен. Его дверь не должна быть открыта. И если она откроется, продолжит ли существовать мир SCP? По намекам в тексте можно догадаться, что там в заточении сидит алый король. Но этаж не посвящен ему. Когда само понятие анфабула появляется в мире SCP, оно делает этого злейшего врага фонда своим пленником. Причем самым жалким. Ведь если он сбежит из своей темницы забвения, он станет просто очередным обычным монстром. Ничтожеством для битья очередным героем. Затеряется среди многих других подобных. И только анфабула делает его особенным. В то же время сама анфабула разливается повсюду. И есть не только в мире SCP, недосказанность в ее сердце и идущие от нее трещины лорных дыр и ошибок захватывают практически все произведения. И даже в реальности, как будто бы тоже что-то такое есть. Люди всегда испытывают страх и почтение перед неизвестностью. Самое что ни на есть реальности. И никуда от этого не деться. А еще анфабулу почему-то рисует в виде безликой женщины со внушительными формами. В длинном платье и волосами. То ли в виде шипов, то ли трещин пространства. Наверное, сектанты, поклоняющиеся лордом дырам, в мире SCP так ее и представляют. Так или иначе, не забывайте упоминать, что мы еще не обсуждали в подобных видео. За что будет голосов больше, о том и поговорим в следующий раз. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok